Таким образом, тесная связь, преемственность кабанской и оландской культуры, в широком понимании этого термина, прослеживается совершенно отчетливо и в форме могильного сооружения, и в инвентаре, в вещах. О чем же это говорит? Ответ на этот вопрос может быть только один – население. Жившее в Карачева-Черкесии и в Кабардино-Балкарии продолжало здесь жить и в оландскую эпоху, в эпоху Средневековья, о которой мы будем говорить в следующем разделе. Связь кабанского периода с последующими эпохами прослеживается не только на археологическом материале. По своему физическому типу карачаевцы и балкарцы принадлежат кавкасионскому варианту европеоидной расы, то есть к числу горцев, населяющих наиболее высокогорные районы, где и господствовала кабанская культура. В языке карачаевцев и балкарцев Васуабаев проследил самый древний пласт – следы языка, на котором говорили племена – носители кабанской культуры, в духовной культуре, в фольклоре, эпосе, также много общиков кавкасских черт, восходящих к кабанской эпохе, например, культ бога охоты Апсаты и других, кабанские мотивы прослеживаются и в орнаментаре. О чем пойдет речь и ниже? Алексеева. Карачаевцы и балкарцы – древний народ Кавказа. Напоминаю книга археолога Алексеевой хотя и переиздана в 1993 году «Карачаевцы и балкарцы – древний народ Кавказа», но написана в начале 60-х годов. Что подтверждается библиографией этой монографии? В библиографии. Приведенной Алексеевой нет научных трудов, изданных позже 1963 год. Смотри библиографию. Это годы пока еще без раздельного господства мнения осетинского историка Абаева об ироноязычности Лан. Поэтому Алексеева осторожно оговаривается группа населения. Говорившая по-тюркски и называвшаяся Аланами, эта группа занимала горные районы Карачае и Балкарии. На остальной территории Алании продолжали жить ирноязычные племена, часть которых явилась предками осетин. Кстати сказать, горные районы Карачае и Балкарии занимают площадь в 4 раза большую, чем горная часть Осетии. Не каждый ученый готов сразу рушить казалось бы устоявшееся научное мнение, как это сделал, например, Гумилев. Отсидевший 6 лет за свои открытия в истории древнетюркских цивилизаций России, первым открыто сказавший правду о взаимоотношениях тюрок и славян, о истории евразийского пространства с 3 века до н.э. до 18 века н.э. Для нас важно другое, что русская женщина-археолог, доктор наук Алексеева на основании археологических изысканий на территории современных Карачаева-Черкесии и Кабарно-Балкарии еще в начале 60-х годов установила, Первое. Факт идентичности захоронений и материальной культуры Лан и Карачаева-Балкарцев. Смотри таблицы и читай книгу. То есть саму идентичность Лан и Карачаева-Балкарцев. Второе. Что карачаевцы и балкарцы являются единым маланским народом, с одинаковой этнической идентификацией, то есть с единым языком и единой духовно-материальной культурой. Что и вынесен в заголовок книги Алексеевой.